Всем здарова друзья! Насколько я знаю, многие давно хотели, чтобы я создал свою краймфраку, что-то наподобие Сивиль Проджект. И я долго убегал от этого, пытался играть в других фраках, но черт возьми, хочешь сделать что-то плохо, сделай это сам. Если вы смотрите это, значит топик уже создан и игра уже началась. Смотрите видео до конца, чтобы узнать, что мы будем играть и как вам лучше будет присоединиться к игре. Я очень надеюсь, что вы поддержите меня лайком, потому что кажется мы начинаем с вами что-то новое и великое. Но прежде чем мы начнем, вот вам тоже немного нового и великого. Харлем Худс. Ролевой проект в игре Гаррис Мод, в мире, где Америка переживает чудовищный кризис, а рейтинг безработицы и бедности зашкаливает. На улицах бегают крысы, идет постоянный мелкий дождь, а рейтинг убийств бьет все рекорды. Ваша задача выжить в этом бездушном городе, а как это сделать решаете вы. Сервер является симбиотом РП проектов Сампа и Гаррис Мода, повторяя их исключительные черты. Вы сможете попробовать что-то новое и не сильно заново вливаться на новую платформу, так как правила и прочие аспекты очень схожи. Вся инфа в описании. Лас Вентурас. Сколько же денег крутится в этом ярком городе? Дорогие магазины, клубы, казино, богатство и роскошь. Туристы спускают миллионы долларов каждый вечер отдыхая здесь. Но это лишь вершина айсберга, которая у всех на виду. В Лас Вентурасе достаточно приземленных районов, где у людей все те же проблемы. Семья, работа, счета за электричество, шумные соседи, обыденная жизнь. Один из таких районов маленькая Италия. В 18-19 столетиях эти районы массово заселяли иммигранты из Италии. Со временем, конечно же, процент итальянских семей значительно уменьшился. Но эти улицы твердо закрепили за собой марку итальянского района. Местная мясная лавка, закусочные рестораны. Много заведений здесь носят итальянские названия. Но что одно из первых приходит нам в голову, когда мы слышим Италия? Страна в виде сапога, папа римский, паста. А еще крестный отец и лакоза Ностро. Конечно же, в этом районе можно встретить членов итальянской мафии. Семья Сальзана держит эти улицы не первый год. И местные предприниматели тесно связаны с представителями криминального мира. В их руках несколько прачечных, мастерские, стриптиз-клуб, мясная лавка папы Джо. Немного расскажу об этих ребятах. Босс семьи Томас Сальзана. Ему 63. Гангстер старой закалки, который чудом ворвался живым в новый век. В свои молодые года он был свирепой бычарой, крепкий как бык и мог выбить дурь с любого придурка. Все, что осталось от него сейчас, это его стальные яйца и репутация. Язва поколотила старика Томаса. Он резко скинул вес, исхудал и сейчас жрет только домашнюю пищу. Овощи со своего огорода. С этим как раз проблем нет. Огород у него заебись. А чем ему еще заниматься? Он сидит под домашним арестом, пока идут суды, связанные с махинациями на одном строительстве. Так что этого старика ты вряд ли встретишь на улице в ближайшее время. Но его парней обязательно. Один из них это Ларри Банкир Денардо. Жадный ублюдок, помешанный на деньгах. Запомни главное правило. Никогда не будь должником Ларри. Прозвали его банкир не потому, что у него можно позвечить денег. А потому, что если ты должен Ларри, тебе пиздец. Лучше вернуть сразу, иначе ты попрощаешься со своим бизнесом или жизнью. А если ты проворачиваешь с ним дело и не состоишь в организации, забудь о честной доле. Она теперь его. Наверное, поэтому Сальзана и назначил его уличным боссом. Деньги, деньги, деньги. Ларри крутится между капа и следит, чтобы все было в порядке. Придирчивый парень влезет в душу к любому. Насрет там и уйдет, не закрыв дверь. Но он еще душка по сравнению с Эльмо. Эльмо Лобстер при сути. Капитан семьи. Нет в мире человека, совершившего более точных выстрелов в голову более 20 людям. Он самое верное обозначение слова отморозок. Его хладнокровию может позавидовать зверь, загнанный в клетку. Его ужасающую манеру общения ни с чем не спутать. Говоря о доверии босса к нему, большинство убийств ложатся на его плечи. Второй капитан в семье Фрэнк Пальмикси. Рано начавший свой путь гангстер. Его знают по прозвищу Фрэнк и Бриллиант. Спасая краденые драгоценности, потерялся в лесу, где провел 5 дней. По его рассказам, боролся с дикими животными. У этого парня явно что-то не так с головой. Но толк в деле знает лучше, чем буквы в алфавите. Фокусирует свое внимание на азартных играх, а также махинациях с прав союзами. Вот вы и познакомились с верхушкой семьи. Именно эти люди держат все под своим контролем. Конечно же, у них есть свои люди в командах. Я не буду много рассказывать о них, вы можете познакомиться с ними лично на квартале. Дино, Марино, Пол Леотардо, Винценту Исконти и другие. Все эти люди представляют семью Сальзана, держат маленькую Италию и помогают другим зарабатывать. Несмотря на их криминальную сущность, они нормально относятся к местным жителям. С многими выросли, уважительно относятся к старикам. У них есть свои семьи, свои заботы, свои проблемы. И самое главное, чтобы вы не были в списке их проблем. Потому что свои проблемы они решают крайне грубо и эффективно. Такс, короче, друзья. Немного вот я вам рассказал о месте игры, о верхушке фракции. Как вы поняли, это будет итало-американская крайм-фрака, Сальзано Крайм Фэмили. В закрепленном комментарии будет ссылка на топик фракции. Там будет инфа в текстовом виде о фраке, как вступить, ссылки на какие-то гайды. Ну и скриншоты туда могут заливать только мемберы фракции. Если вы хотите показать свою игру, там же в комментарии ссылка на топик для СС жителей маленькой Италии. Там вы можете загружать свои скриншоты, получать комментарии по игре. Мемберы смогут оценивать ваш гейм. Не стесняйтесь. В целом, что собой будет представлять фракция? Я думаю, все имеют хоть какое-то понимание, что такое итало-американская мафия. Все играли в мафию, смотрели фильм «Крестный отец». И, конечно же, это древние примеры, но многие примерно так себе это и представляют. Мы будем играть современную крайм-фраку. Если упоминать кинематограф, то ближе всего к нам будет то, что происходило в сериале «Клан Сопрано». Мы играем 2020 год, современные времена. И, конечно же, сейчас итало-американская мафия не так активна, как это было до 2000-х. Они практически не убивают, они затаились. Их бизнес в основном легален. Уже совсем другие времена. Но, поскольку мы в Сампе, то мы будем более активны в плане криминала. И в целом хочется охватить разные вещи. У нас уже есть СТО, мясная лавка, стрип-клуб. Хочется заниматься наркоторговлей, контрабандой, борделем. Открывать какие-то легальные заведения, какие-то строительные компании, профсоюзы. Устраивать махинации, забастовки, митинги. Хочется полезть в политику, чтобы свои люди были в мэрии. Хочется заняться нелегальными боями. Можно и легальными, какие-то договорные бои, букмекерство. Возможно открытие своей музыкальной студии, где будут продвигать молодых артистов. Короче, хочется всего и по максимуму. Нужны только игроки. Так что, если вы увидели себя в чем-то из вышеперечисленного, добро пожаловать в игру. Вы можете создавать для игры как и цивильного персонажа, так и крайм. Как и тало-американца, так и другой национальности. Только учитывайте момент, что в семью могут попасть только и тало. Вы можете играть как продавца хот-догов, так и политика. Как наркомана, так и начинающего вора. Как танцовщицу в клубе, так и просто старую жительницу района. Скупщика краденого, механика, бизнесмена. Что угодно. Обдумайте само собой роль. Подумайте, подходит ли она в целом для игры с нами или нет. Ясное дело, если у вас полмиллиона на счету, ездите на Инфернусе, играете в казино со ставками в 100к, владеете своим клубом, то вряд ли вам есть что делать в маленькой Италии. Вряд ли бы ваш персонаж там жил. Бизнес-партнером, который общается с членами мафии и крутит какие-то дела? Да. Но не более того. Короче, включайте голову. Важный вопрос возникает у многих в голове. Если хочу заниматься краймом, как начать игру? Первое, самое главное, учите для себя. Попасть в семью не является вашей первоочередной задачей. В реальной жизни некоторые люди ждут годами, реально годами, прежде чем попадут в семью. Ясное дело, мы в САМПе, все будет намного быстрее. Но просто хочется, чтобы вы играли и получали удовольствие. И понимали, что в семью попадают единицы. Многие так и остаются на уровне партнеров. Вспомните историю Донни Браско, агента ФБР под прикрытием, который пытался пробраться в мафию. Целых полгода, почти каждый день он ходил в бар, в надежде, что рано или поздно его заметят, заговорят с ним, предложат работу. Он очень и очень долго втирался в доверие мафии. Вспомните сериал Клан Сопрано, где два молодых пацана старались попасть в мафию. Бегали на побегушках у Кристофера Малти Санти. Да вспомните самого Криса, который был практически в семье, но фактически его еще не приняли. Да, он был среди них, он был уважаемым, но по факту он не имел тех прав, которые имеют члены семьи. То как попасть во фракцию? Через те площадки для игры, которые уже есть и будут появляться. В СТО, можно механиком, можно угонщиком, все зависит от вас. Можно в клуб, охранником, обслуживающим персоналом. То же самое касается мясной лавки Папы Джо, которая, надеюсь, вскоре будет у нас на районе. Легальная работа даст вам возможность продвинуться в криминал. Вспомните управляющего стрип-клубом, опять же, в сериале Сопрано. Он был в нем работником, но при этом ездил с Крисом перезакапывать труп. Как говорится, днем дневные дела, ночью ночные. Ну и в целом, кто планирует начать игру, вам нужно в целом пропитаться этой атмосферой. Италоамериканских преступных группировок. Как выглядят и ведут себя эти люди, их районы и прочее. Так вот, самый актуальный по времени, показывающий жизнь мафиози и их семей, сериал «Клан Сопрано». Смотреть все в озвучке Гоблина, вообще, все, что я назову дальше, смотреть только в его озвучке, если она есть. Ну и вообще, все эти фильмы, они сами по себе крутые и интересные. Даже если не собираетесь играть, гляньте, и тогда поиграть точно захочется. Фильм «Славные парни». Ну это классика, очень хорош. Фильм «Казино», учитывая, что игра в Лас-Вентурасе, очень подходит. Недавно глянул «Бронская история», хорошо показывает жизнь итальянского квартала. Раньше уже упоминал фильм «Донни Браско», реальная история агента ФБР, который 6 лет был внедренным агентом. А после фильма зайдете на этот канал, откройте плейлист «Интервью с мафией», и там будет интересно послушать интервью с этим самым агентом ФБР. Там и другие интервью с бывшими мафиози. Очень интересно и познавательно. А что касается разговоров, стиля речи, тоже немаловажный факт. Всегда, когда я отыгрывал афроамериканские банды, я не юзал в целом грубые маты на русском. Оно как-то портит атмосферу американского гетто. Здесь же лексикон русского мата будет более обширный. Когда смотришь всякие криминальные фильмы Квентина Тарантино с оригинальной озвучкой Гоблина, там это все звучит очень атмосферно. Чтобы вы сами настроились на подобную атмосферу, посмотрите опять же. Сериал «Склан Сопрано», фильм «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола», «Криминальное чтиво» – они направят вас на нужный стиль игры. Ну а пока что вступительной такой информации, думаю, достаточно. Наши люди уже начали играть. Пожалуйста, не нужно долбить мне в личку ВК, что хотите начать игру. Просто заходите и играйте. Вся инфа, которая нужна будет еще, наша игра и прочее будет уже в следующих видео. И напоминаю, если вам нужен личный скин для игры, в описании паблик «Глок Модс». Пишите туда и заказывайте. Ну и на этом все. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok